Друзья, всем привет! Думаю, многие из моих зрителей знакомы с печами для бани Ферингер, ведь я о них рассказываю несколько лет подряд. И наверняка в курсе, что это печи одной закладки дров. То есть они позиционируются так. Заложил один раз дрова, поджег, пришел через два с половиной три часа и баня готова. А зарядов закрытой каменки хватит на 2-3 часа парения, в зависимости от модели печи, конечно. И температура в парной будет держаться на уровне около 60 градусов, что считается ориентиром хорошей русской бани. Но в реальности не у всех получается результат с одной закладки дров. Я решил разобраться, в чем же может быть проблема и как можно ее решить. Поэтому сегодня расскажу о секрете двух поленьев или как стопить баню с одной закладки, если одной закладки не хватает. Сразу хочу уточнить, что если вы хотите нагреть банной печью двухэтажную промороженную баню или, к примеру, прикручиваете к ней систему теплого водяного пола, то это видео вряд ли вам поможет. Недавно я рассказывал о том, почему 35 киловатт-часов, содержащиеся в одной закладке дров, это не 70 киловатт-часов. Можете посмотреть то видео, хотя, думаю, вам уже понятно, о чем я. Итак, все дело в этих киловаттах. Среднюю модель печи Optima PF должно влезать около 10 килограмм сухих дров, при условии, что они 30 сантиметров длиной, как рекомендуется производителям. А это примерно 35 киловатт-часов на выходе, с учетом достаточно высокой эффективности этой печи. И этих 35 киловатт-часов должно быть достаточно для прогрева 100 килограммовой закрытой каменки и самой парной до условных 60 градусов. Но не все так просто. Во-первых, если закладывать среднего такого поколого дрова, как показано в данном эпизоде, то при длине 30 сантиметров можно уложить только 9 килограмм. А это на минуточку минусует нам 3,5 киловатт-часа или 10% от всей энергии. Это много. Если использовать более крупные дрова, как показываю сейчас, то можно уложить почти 10 килограмм при прочих равных. Ну, может 9,5-9,7 килограмма. Во-вторых, конечно, зависит от породы древесины. 9 и 10 килограмм, которые я замерял, это березовые сухие дрова. Если бы это был дуб, то можно плюсовать примерно 10% к общему весу. Дуб более плотный и в том же объеме даст значительно больший результат. Вот только многим ли он доступен, как дрова для банной печи. У меня, к примеру, только березовые дрова. Я пробовал получить результат при 9 килограммах дров. Мало. При 9,7 килограммов дров. Немножко маловато. В данном примере 9,7 килограмма дров. Парная прогрелась, хотя старт был достаточно теплый. Печь прогрелась до 70 с боков и 50-60 сзади. Для каких-то условий этого может быть вполне достаточно. Может быть и я семейную баню смог бы провести. Но все-таки чуть-чуть не хватает. Что же делать? Надо как-то добавить недостающие килограммы дров. Наверное, самым простым способом будет использование более длинных дров. К примеру, если использовать 40 сантиметров дрова вместо 30 сантиметров, то прибавка будет почти на 30%. И вместо 10 килограммов березы можно уложить аж 13 килограмм. Но опять же, многим ли доступны дрова разной длины? Если заготовили по рекомендации производителя 30 сантиметров на несколько лет, то вряд ли будет желание дополнительно заготавливать другую длину, ждать ее высыхания, чтобы использовать как дополнение в случае необходимости. Поэтому я решил попробовать как-то выйти из ситуации с помощью имеющихся 30 сантиметровых дров. По сути дела, нужно как-то добавить 2 полена общим весом 2-3 килограмма, чтобы результат был таким, как хотелось бы. Провел, наверное, полтора-два десятка тестов с различными закладками. И вот что у меня получилось. Для начала попробовал уложить пару поленьев, стоя спереди. Слишком быстро разгорается, и горение при этом переходит именно вперед. Развивается между горизонтально и вертикально уложенными поленьями. В общем, эффект хороший. Каменка прогревается до нужных температур, а парная автоматически нагревается до 60 градусов за 3 часа горения закладки. И с точки зрения результата, вот он хороший способ. Что еще нужно? Но из-за резкого возгорания коптится стекло в печи. А это не есть хорошо. То есть в какой-то момент из дров выделяется столько пиролизных газов, сколько ни сгореть, ни просто уйти в трубу, ни в состоянии. И этот дым копится в верхней части тоннеля печи, оседая копотью на стекле. Пробовал положить дрова лежа спереди. Примерно тоже, но хуже эффект по нагреву. Да и не все дрова влезут лежа. Тут меньше 30 сантиметров по ширине, поэтому изначально этот вариант не очень. Тогда решил попробовать уложить те же два полена стоя, но сзади. Разгорение развивается между ними и основной закладкой. Первый опыт двух поленев сзади показал, что горение легко уходит назад. Что хорошо, горит там, где нам нужно. Но закладка опять слишком быстро разгорается. Дымовой зуб, кстати, при первом опыте был раскален так, как я еще не видел. А я видел многое за эти годы. В топку при этом влезло 12,5 килограмм березовых дров. Может чуть-чуть побольше. Печь через три часа была нагрета до 70-80 градусов. А парная прогрелась с плюс 7 до плюс 60 под потолком. В общем баня готова. Но хотелось еще улучшить результат. Второй опыт 13,5 килограмм дров. Задние поления чуть крупнее, плюс растопка сзади. Переборщил с растопкой, разгорелась крайне быстро. Горение опять ушло назад, и дрова горели, как бы постепенно перемещаясь вперед к стеклу. Но одной такой закладки хватило на прогрев печи, парной и воды в выносном баке. Не особо удивительно, ведь дров я уложил на 35% больше, чем обычно. Все последующие опыты приводили к нужному мне результату по прогреву каменки и парной. Но всегда присутствовало слишком большое развитие горения в топке, из-за которого коптилось стекло. Бывало так, что в течение продолжительного времени все шло плавно и хорошо, но в какой-то момент я опять получал взрыв. Поэтому решил, что такой вариант неуправляем. Хотя если среди моих зрителей найдется тот, кто захочет повторить данный эксперимент у себя, буду рад обратной связи. Дело в том, что в бане, где проводились все эти тесты, очень непростой дымоход с множеством сопротивлений и поворотов. И по моему опыту он очень чувствителен к таким пыхам в топке. Возможно, при хорошем прямом дымоходе проблем с копотью будет меньше или вообще не будет. Ну вот горит в основном сзади. Видно, что активное горение там. И думаю, зуб весь там красный сзади. Там жиреще. Ого-го. Спереди горит неспешно, потихонечку. Но как же быть? Как добавить недостающие два полена, в которых все дело, весь секрет? Вот, к примеру, горит закладка 30-ти сантиметровых дров. Я знаю, что ее мне не хватит на прогрев всего необходимого. Поэтому через час 15 минут, полтора часа я подкидываю те самые два заветных полена. То есть дополнительные 10 киловатт часов энергии. Можно даже три полена подкинуть. Если уж все равно подкидываем, то можно получить максимальный результат. Но даже двух таких крупных поленев будет достаточно. Два полена, минимум которые можно подкидывать. Одно гореть толком не будет, а три горят еще лучше, чем два. Примерно к полутора часам сначала дрова в топке проседают так, что можно уложить эти два полена. Теперь нужно подождать, пока они разгорятся. И прикрыть подачу воздуха на дверце. Может быть и шибер на дымоходе, если тяга избыточная. И эти два полена, вместе с теми, что еще не догорели с самого начала, будут гореть еще около полутора часов. При минимальной подаче воздуха в топку они будут гореть постепенно и развивать очень высокую температуру внутри топки и в первом метре дымохода. Высокая температура в топке позволит должным образом прогреть каменку вокруг этой топки. А высокая температура в первом метре дымохода поможет хорошо нагреть баню, а может быть и перегреет ее. При таком способе легче греть парную и можно сильнее ее прогреть. Поэтому если вы преследуете такую цель, вам такой способ подойдет как нельзя лучше. В топке можно будет наблюдать красный дымовой зуб и верх самой топки. Стартовый элемент с рассекателем, установленный на выходе, раскаляется еще сильнее. И если после него установлен экономайзер, нижняя часть его труб может немножко покраснеть. Это показатель высокой температуры в печи, при которой можно добиться хорошего прогрева всего, что нам необходимо. Хочу обратить внимание, что те же дрова, но при сильно открытой подаче воздуха не дали бы такого результата. Потому что при прочих равных через топку печи проходило бы в несколько раз больше воздуха и в трубу соответственно улетало бы много тепла. При должном прогреве печи облицовка снаружи достигнет более 70 градусов и вы едва ли сможете коснуться ее. 70 градусов это уже хорошо. Но лучше если будет 80, а еще лучше 90. Тогда каменка будет заряжена лучшим образом и пара хватит на продолжительные парения без дополнительных подтапливаний. При 90 градусах на облицовке сбоку не удержать будет даже заднюю часть снизу. Здесь дольше всего нагревается, так как самый мощный слой камня от топки до этого места. И если здесь очень горячо, можно быть уверенным, что печь заряжена по полной. Ну а если печь прогрета хорошо, то и парная автоматически нагревается до нужной температуры. Это показали результаты всех проведенных тестов. При условии, что комплект подобран правильным образом, конечно. Да, последний способ это уже не одна закладка дров. И он уже не столь удобен. Но если для вас не сложно подойти к печи во время подготовки бани, то этот способ может быть более прост, чтобы получить лучший результат. Результат действительно может быть отличным. Когда в топке угли почти догорят, не будет какого-то видимого синего огонька от них. Нужно полностью закрыть подачу воздуха и можно частично или полностью прикрыть шибер, чтобы никакая часть из накупленного тепла не улетала в трубу. Вот и весь секрет. Если не хватает одной закладки, попробуйте увеличить количество закладываемого топлива. Используйте дрова подлиннее или добавляйте поленьев стоя или же подкидывайте пару-тройку полешек во время подготовки бани. И результат приятно удивит. На сегодня у меня все. Всем пока.